Тем временем в Беларуси активно они просто анализируют и выполняют задачи, поставленные президентом на прошлой неделе во время отчёта правительства. Так, главным драйвером экономики остаётся промышленность. Однако, несмотря на рост и увеличение прибыли, есть нерешённые вопросы. Кредитная задолженность, затягивание сроков возведения и нехватка инвестиций для открытия высокотехнологичных производств. Именно эти темы красной ничью звучали во время отчёта правительства президенту. Отведено полгода для введения реальных результатов и снятия болевых точек. Новые реалии для реального сектора – это руководство к действию и директоров, и местной вертикали. Окупаемые бизнес-проекты, снижение себестоимости, возврат кредитных займов и создание новых рабочих мест. О производствах больших и маленьких с работой в плюс расскажет Светлана Лукьянюк. Это производство в Пружанском районе открыли три года назад. Только здесь, в Беларуси, делают матрасы с кокосовой стружкой. Выгодность инвестпроекта просчитали ещё на стадии задумки. И сегодня станки почти не останавливаются. Работают в четыре смены 90 новых рабочих мест. Сейчас с работы тяжело, поэтому я считаю, что хорошо, что открылось такое предприятие. Работа вполне меня устраивает. Территория бывшей военной части – 38 гектаров. Купили за базовую. Старое здание используют под склад, а в центре построили новое. Открывали производство с прицелом не только на внутренний рынок. Сегодня покупатели – это мебельщики из России, Польши и Литвы. Отправляли нашу продукцию в крупнейшую сертификационную компанию в Гонконге. Проверяли на все формальдегиды. Ничего не обнаружено, полностью соответствует. Есть сертификаты на производство детских матрасиков даже. Это пример удачно вложенных денег, от которых зарабатывают не только предприятия, его работники, но и район в целом. К тому же это и новые адреса трудоустройства. Для райцентра или небольшого города – архиважно. Таких производ здесь ждут. Об этом говорил и президент в Доме правительства. Тогда отчитывались о сделанном кабинет министров, нацбанк и губернаторы. Александр Лукашенко обратил внимание руководителей областей. К каждой их территории нужен портфель инвестпроектов. Но здесь важно брать не количеством, а качеством. Привязка к землям, чего не хватает и какое сырье в избытке. И прозрачность для бизнеса без волокиты. Им-то вкладывать деньги. Мое требование стоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть, основа роста. На них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было у нас в том числе и в декабре. Высокопроизводительных рабочих мест примерно 5% созданных. А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже не слышали. Внешних вливаний в экономику Беларуси ждем не менее полутора миллиардов долларов. Но здесь не в цифрах дело, а в том, куда деньги приходят и насколько эффективными будут проекты. Уложимся ли в сроки строительства и что в итоге создадим? И где это будет продаваться? Я бы связывал прежде всего внешние инвестиции со внутренние, потому что если мы начнем выбирать свои инвестиции, сами инвестировать в свою экономику эффективно, то тогда придут и внешние. Они могут быть вложены только в инновационные предприятия, предприятия с новыми технологиями, с новейшими технологиями. А получается не всегда, даже технологии такие есть, но не всегда хватает предпринимательского ресурса. При плохом сценарии получается следующее. Сначала берем кредит, а после думаем на что потратить. И куда хуже просто проедаем на зарплаты. В итоге ни о каком развитии речи идти не может. Банки получают плохие долги, а предприятия остаются нерентабельными и висят гири для экономики. Четверть ВВП страны формирует реальный сектор, наши промышленные гиганты. Доля более мелких производств ниже, но при этом не менее важна. Главное уметь и учиться конкурироваться на рынке, подстраиваться под его запросы, снижать себестоимость продукции. А не уповать столько на административный ресурс и безлимитные вливания банков в проекты, которые после не всегда окупаются. От этой практики государство готово отходить. И тем, кто взялся за дело, нужно уметь зарабатывать и платить налоги в казну. Здесь важно менять и стиль, и подходы управления. По-прежнему есть большие вопросы по корпоративному управлению. По-прежнему государство себя как эффективный собственник еще не проявило должным образом. Поэтому я полагаю, вот именно в этом направлении нужно продолжать работать. Секрет здесь по большому счету прост. Важно не спать, а шевелиться. Модернизация задача номер один. Все в оборудовании новейшее. Отсюда и рост добавленной стоимости и объемов производства. Здесь никаких придумок. Практика общей мировой. Глобальный же тренд экономически развитых стран, это то, что они начинают сегодня, ну и завершают уже новый этап модернизации реального сектора экономики, промышленной, еще очередную промышленную революцию проводят. И все сегодня модернизируют реальное производство. Да, правда заключается в том, что количество занятых в промышленном производстве везде сокращается. Но это не значит, что нет огромного количества малых, средних предприятий, которые могут существовать только потому, что они обслуживают крупные индустриальные предприятия. Прибыль перетекает понемножечку в их сторону. Новые же возможности для частников, будь то в производстве или сфере услуг, открыл седьмой декрет. Экономисты и чиновники просчитывают, насколько малый бизнес может прирасти и в какую сферу пойдут. Но главное, чтобы предприятия не стали одноневками, а приходили на рынок с реальными бизнес-планами. Нужно учиться конкурировать. И здесь рецептов немного. Что делать с теми предприятиями, товар которых не продается? Этот товар не надо ставить на полку. Таким образом мы научим конкурировать эти предприятия. То есть административный ресурс в этом и заключался. Что разгружая склады, мы по сути заставляли торговлю реализовывать неходовые, как это в советское время называлось, товары. Куда сложнее попасть на полки за тысячи километров. Но сегодня это задача и престижа, учитывая экспортоориентированность экономики и снижение зависимости от одного покупателя – России. Новые реалии – это борьба из-за технологии, кто первым освоит, и за рынки сбыта, кто лучше предложит. Мы уже говорим, какие отрасли являются приоритетом. Машстроение, но не традиционное машстроение, направленное на экологические виды транспорта, на электрические виды транспорта. И мы видим, что в этом направлении есть уже достаточно существенный задел. Потенциал достаточный для того, чтобы белорусское машстроение вошло в этот общий мировой тренд. Ну, традиционный, наверное, сектор экономики, традиционный он стал еще лет 10 назад – это IT-индустрия. Это новый тренд с точки зрения цифровой экономики. Появились такие понятия, как майнинг, криптовалюты, смарт-контракты. То есть это опять-таки дорога. С прицелом на новые технологии ждем отдачи и отработы действующих предприятий. Вложенные деньги в модернизацию инвестпроекты, обещавшие хорошую прибыль, должны как раз выстрелить в этом году. А это товары и для своих, и для зарубежных покупателей. В главном эфире Светлана Лукинюк, Виктория Патони, Николай Лошкевич. Редактор субтитров А.Семкин